Во дворце спорта «Триумф» прошли финальные игры любительской волейбольной лиги Юго-Востока Московской области. На двух площадках спортсмены из Люберец, Раменского, Жуковского и других округов Подмосковья боролись за звание чемпиона сезона 2020-2021. Первенство любительской волейбольной лиги проводится шестой год подряд. В сезоне 2021 участвовало около 40 команд. Они были поделены на четыре группы – две мужские, женская и смешанная. В финал, который традиционно проходит в Люберцах, пробились 16 сборных. Они до этого играют стадию плей-офф, когда играет одна игра дома, одна на выезде. В случае, если по одной победе они играют третью игру на нейтральной территории. Соответственно, кто выиграл, играет за первое место, кто проиграл, играет за третье, четвертое. В финале среди смешанных команд встретились волейболисты из Котельников и Раменского. Во время матча лидер постоянно менялся, никто не хотел проигрывать. В итоговом сете уверенную победу одержала сборная из Котельников. Она и стала чемпионом Юго-Востока Московской области. Все ровные команды видели сами финалы. Все такие команды, игры все плотные. Немножко усилия, желания огромные. На турнире Татьяна Селина играла сразу за две команды Московской академии физической культуры – женской и смешанной. С первой стала бронзовым призером любительской лиги. В поединках среди мигстов повторить успех не удалось. Только четвертое место. Достаточно. Очень тяжелый, выносливый волейбол нужно показать. Нам чуть-чуть не хватило. Немножко подвел состав и небольшие травмы были в составе. Немножко не хватило, не повезло. Финальный турнир стал логическим завершением сезона 2021 любительской лиги. Впереди лето. Волейболисты признались – отдыхать в межсезонье не планируют. Чтобы не терять форму, будут играть в пляжный волейбол. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.